20 сентября в России отмечают свой профессиональный праздник работники одной из самых благородных профессий. И вправду, что может быть красивее, полезнее и важнее леса, то есть деревьев? Лес – это ничем не заменимая, наиболее важная, общирная и сложная саморегулирующаяся экологическая система планеты. Вы, наверное, догадались, уважаемые зрители, что речь идет о Дне работников леса, который традиционно отмечается в сентябре месяца. Именно этому дню была приурочена акция, проходившая вчера в ГКУ «Хасавюртовское лесничество», которую организаторы назвали «Лесничество открывает двери». В гостях у работников «Хасавюртовского лесничества» побывали ученики школьного лесничества, учащийся 10-го А-класса гимназии номер 2 имени Сайтеева, поселка Бальюрт, во главе с директором гимназии Халидом Хайдарбиевым. Ребят, одетых в зеленые футболки, встретили директор Хасавюртовского лесничества Багавдин Мамаев и специалисты лесничества. Встреча проходила в кабинете руководителя. Сегодняшнее наше мероприятие, акция посвящена дню открытого дверей лесничества. Лесничество открывает свои двери. В преддверии праздника, 20-го числа у нас праздник профессиональный, день работников лесного хозяйства. Кратко расскажу о лесничестве и какие задачи у нас стоят. Основные задачи работников лесного хозяйства – это охрана, защита и воспроизводство лесов. Охрана, защита – это мы должны смотреть и следить, чтобы не было никаких нарушений. Основные нарушения – это незаконная вырубка леса и самозахват. По воспроизводству мы должны всегда восполнять те потери, которые проходят во время дьянок. Мы должны восстановить лес, новые сажи сажать, новые площадя, чтобы был богаче наш лесной запас. Также здесь присутствуют замруководители, инженер, участковое лесничество. Наше лесничество – одно из крупных лесничеств, считается площадь нашего лесничества 30 тысяч гектаров. Разделено на 4 участковых лесничества. Это Хасаюртовское, Индравульское, Бабаюртовское и Кизюртовское. Также у нас есть госинспектора. Вот они два, на сегодняшний момент два госинспектора наших присутствуют. Можно их поздравить. На коллегии они были награждены как лучшие работники. Это было приятно, потому что в это сложное время, когда трудно идет вообще в Россию и в Республике, что люди находят силы, желание, возможность работать в лесу и добросовестно относиться к этой работе. Также, ребята, хотим поблагодарить вас, потому что у вас есть интерес к лесу. Непосредственно вашего руководителя, директора, человек, который отзывчивый. На наши предложения, которые мы хотели бы создать в школьном лесничестве, отозвался. Даже переди нас идет наших планов, уже свои идеи идет. Дай вам здоровья, директора вам, вам, вашей школе. Инженеру кратко рассказать о своих задачах и работе, которые у вас сами трудные. Главное, у вас, чтобы был интерес. На сегодняшний день, если обгородить, стал бы тоже наш руководитель выделить. Все, что мы можем, мы все сделаем, лишь бы у вас был там интерес. Если у вас дела пойдут, нам тоже будет интересно вам чем-то пытаться хотя бы помочь. На сегодняшний день, на лесном хозяйстве, нашим коллективом, мы, как руководитель сказал, в основном заняты охраной, защитой, воспроизводством лесов. Нам главное, чтобы был порядок, а остальное будет все зависеть уже не от нас. То, что мы, непосредственно я занимаюсь сегодня планированием работ, уже мы приступили на следующий год, все объемы работ мы обязаны завершить до конца года и представить высшестоящие организации. А конкретно по каждым этим видам нам ни дня, ни недели не хватит это рассказывать. Мы, походу, еще будем встречаться. Может, даже у вас на Фазенде мы встретимся в следующий раз. Очень красивое место. После чего Боговдин Мамаев вручил ряду учителям и руководителю гимназии дипломы третьей степени за их вклад в деле защиты леса. Халид Хайдарбиев выразил благодарность работникам лесхоза за их работу по защите и восстановительную работу лесного фонда. У школы лесничества есть свой девиз «Зеленая планета». Как называется наше лесничество? «Зеленая планета». Точно. Эти все здесь дети, у нас, которые в 10 класс пришли, они учатся на «хорошо и отлично». То есть они уже сегодня, как говорится, они же знают, что в 11 класса куда-нибудь поступать. И я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы... Так, ну что, наше три? Да. Раз, два, три. Школьный лесничество дает нам совет. Любите природу, любите детей. Затем, чтобы жить, процветать и дышать, нам нужно ее на земле охранять. Вот так. После чего учащиеся ответили на вопрос, что дает нам лес. Затем учащиеся гимназии прошлись по кабинетам лесного хозяйства. Ну, а затем уже на улице сделали памятные фотографии. Отсюда уже поехали на свой участок, выделенный им, где им предстояло, также провести беседы на тему, как сохранить лес и лесное богатство. Мероприятие без преувеличения, можно сказать, достаточно полезное и очень нужное. Особенно в наше время, когда мы видим, как бездумно вырубаются леса. Ведь мы знаем, что за последние десятилетия, как облысели наши горы, поредили леса, обмелели реки, иссякают источники. А ведь все это звенья одной цепи. Сохранить лес, значит, обеспечит возможность физического существования себе и будущим поколениям. Мы, в свою очередь, поздравляем работников лесного хозяйства с их профессиональным праздником. Желаем им здоровья, счастья и успехов в их благородном деле.